МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 11-12-13. Эта дата стала последней красивой датой нынешнего столетия. Нумерологи отмечают, что сочетание этих чисел позитивное, поскольку каждая цифра в нем благородна и миролюбива. Однако информационная картина дня мнение нумерологов опровергает. Все мировые информагентства передают картинку из Киева, где в ночь на 11 декабря силы внутренних войск Украины вовсе не миролюбиво штурмовали баррикады, митингующих на Майдане. Во время столкновений пострадали 10 силовиков и около 50 участников мирной акции. В социальных сетях сообщают об арестах и избиении задержанных. Оппозиция, опасаясь нового разгона, призвала своих сторонников приехать на площадь независимости. Представители США и Евросоюза, которые находятся на площади, обратились к украинскому правительству с требованием назвать тех, кто дал приказ о начале спецоперации и удерживаться от применения силы против митингующих. В афганской столице Кабуле террорист-смертник подорвал заминированный автомобиль. Инцидент произошел на пути следования конвоя международных сил в районе аэропорта. В штаб-квартире Международных сил по содействию безопасности в Афганистане подтвердили факт нападения. Однако о количестве жертв сообщить отказались. По словам свидетелей происшествия, взрыв был очень большой силы. В Москве обрушилась кровля четырехэтажного административного здания по 4-му Лихачевскому переулку. По предварительным данным, площадь обрушения превысила 100 квадратных метров. В столичном управлении МЧС сообщили, что под завалами могут находиться люди. Место происшествия цеплено полицией. Там работают спасатели и пожарные расчеты. Причины происшедшего уточняются. По предварительным выводам, кровля обрушилась под тяжестью снега. В результате пожара на продуктовом рынке южнокитайского города Шэньчжэнь в провинции Хуандун погибли 15 человек. Еще пять пострадали, сообщило Центральное телевидение Китая. На месте происшествия работали более ста пожарных. Через несколько часов им удалось справиться с пламенем. Причины трагедии выясняются. Рукопажной схваткой завершилось 11 декабря заседание грузинского парламента. Не нашли общего языка представители правящей коалиции «Грузинская мечта» и бывшей правящей партии «Единое национальное движение». Драка началась после того, как один из депутатов от парламентского большинства нанес словесное оскорбление оппозиционеру Георгию Барамидзе, ранее возглавлявшему МВД Грузии. Председатель парламента Давид Усупашвили назвал произошедшее постыдным и объявил перерыв. Депутаты от парламентского меньшинства покинули пленарное заседание. В среду 11 декабря гроб с телом бывшего лидера ЮАР Нельсона Манделлы, завернутый в национальный флаг, доставили в дом правительства, который находится в притории. Именно в этом здании Манделла был приведен к присяге в качестве президента в 1994 году. Тело борца с аппартеидом будет выставлено для прощания в течение трех дней. Проститься с Нельсоном Манделлой смогут все желающие. Напомним, бывшего президента Южной Африки Нельсона Манделлы не стало 5 декабря. Он умер в своем доме в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет. К четырем годам лишения свободы приговорил суд Марселя основателя компании Polyimplant Protes, уличенный в производстве опасных для здоровья грудных протезов. 74-летний Жан-Клод Масс признан виновным в мошенничестве и обмане клиентов с отягчающими обстоятельствами. Еще четыре фигуранта скандального дела, в том числе его заместители, приговорены к лишению свободы на сроки от полутора до трех лет условно. В столице Норвегии Осло состоялась церемония вручения Нобелевской премии «Миром». Лауреатом 2013 года стала Организация по запрещению химического оружия. Премию она получила за масштабные усилия по уничтожению химического оружия в Сирии. Нобелевская премия вручается с 1901 года. Традиционно церемония награждения проходит в день смерти Альфреда Нобеля, 10 декабря. Размер денежного вознаграждения составляет 8 миллионов шведских крон, 1 миллион 200 тысяч долларов. Музыканты группы «Металлика» сыграли уникальный концерт на аргентинской научной станции «Корлини» в Антарктиде, став тем самым первой группой, выступившей с концертами на всех континентах планеты. Антарктический концерт зрителям пришлось слушать в наушниках, поскольку усилители рокерам ставить не разрешили, чтобы не спровоцировать ледяной оползень. Музыканты выступили под защитным тентом перед аудиторией в 120 человек, среди которых были ученые и поклонники коллектива, выигравшие билеты на необычное шоу. Сам концерт получил название «Freeze them all in Antarctica». 50 килограммов пряников и 75 килограммов белого и темного шоколада понадобилось шеф-кондитеру, президенту США Тадеусу Дюбуа, чтобы воспроизвести настольную копию белого дома из пряничного теста. На подготовку пряничных строительных материалов ушло две недели. Пряничный домик оказался настолько большим, что его невозможно было собрать в кондитерской, поэтому по многолетней традиции его собирают в китайской комнате белого дома. В окончательном виде вес того вкусного сооружения под условным названием «Все яркое и красивое» составил 91 килограмм. Но, несмотря на то, что все детали пряничного белого дома съедобны, он не предназначен для употребления. В международном аквариуме «Саншайн» в Токио появился подводный «Санта-Клаус». В красном колпаке и шубе он плавает вместе с рыбами и машет ребятишкам и их родителям. Аквариумный «Санта» чувствует себя уверенно даже среди электрических скатов и акул. Водолаз в новогоднем костюме погружается в аквариум два раза в день. Необычное шоу будут проводить вплоть до Рождества. В столице Греции вместо рождественской елки торжественно зажгли рождественский кораблик. Таким образом, в этом году греки решили вернуться к своей давней традиции. Раньше на Рождество в этой стране в домах украшали именно маленькие кораблики. Греция всегда была тесно связана с морем, и украшенные гирляндами лодки приветствовали моряков дома после долгих плаваний. В церемонии зажжения огней на площади Конституции принял участие мэр Афин Йорго Скаминес, пожелавший всем хорошего здоровья, мира, счастья и радости.